Я подошла с поста в палату и увидела, что горит кровать. Ну, естественно, я начала звать на помощь, что у нас пожар. Здесь сразу врачи собрались, ну, кто был на смене, вышли, выбежали все. Даже не вышли, все выбежали, все вместе мы все начали работать, схватать, брать эти огнетушители, воду, все, и собрались все вместе. Вот этот коллектив, который у нас как раз работал на смене, и мы все сплотились и быстренько начали тушить, ну, пока не стало задумления. 25 июля 2024 года сотрудники Артемовской городской больницы номер один запомнили на всю жизнь. В отделении реанимации произошел пожар, в здании находились люди. До прибытия огнеборцев медперсонал незамедлительно переместил пациентов в безопасное место. Пациентов было в инсультном отделении 4, в реанимационном было отделение 4 пациента. Вот всех начали, было ужасное задымление, ничего было не видно, ничего вообще. Не ориентировались даже в родном отделении, в котором мы работаем 15 лет, ничего вообще. Ну, сориентировались, все, всех достали. Какие эмоции испытывали в тот день? На каком-то, наверное, адреналине это все было. Все надо, надо, надо сделать, надо сделать, надо сделать. Ну, в этот момент мы не думали, наверное, мы действовали как интуитивно, да? Благодаря слаженным действиям сотрудников и помощи волонтеров удалось избежать тяжелых последствий. Локализовали пожар своими силами. Как локализовали? При помощи чего? Два огнетушителя, конечно. Два огнетушителя, конечно. Сработала пожарная сигнализация, им на пульт уже поступил сигнал. Я там предполагал, что они скоро уже приедут. Вот так и произошло. И с помощью их в том числе мы последнего пациента эвакуировали. Самого тяжелого. При помощи чего вы эвакуировали самого тяжелого пациента? То есть это что это? Прямо на ренивационной кровати с аппаратами вывел. Все вот так вот произошло. Медицинский персонал в составе 22 человек, который без промедления переместил пациентов в отделение амбулаторной хирургии, был удостоен заслуженных наград. 11 человек получили благодарственные письма губернатора Приморского края. Ровно такому же числу медиков вручили благодарности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю. Я видел сотрудников реанимации, видел медсестер, врачей, реаниматологов, которые были в саже, которые были мокрые, которые тяжело дышали, но не видел абсолютно ни растерянности, ни паники никакой. Это говорит о том, что наши врачи, они привыкли работать в таких очень непростых условиях, спасая людей. И для них это была такая, ну, работа. Другой вопрос, что, наверное, они делали несколько несвойственную работу, но они спасали людей. И сегодня, конечно, мы их поблагодарили за это. Волонтеры-молодогвардейцы, которые помогали в день чрезвычайного происшествия переместить пациентов в безопасное место, затем отмывали стены и полы от копоти и гарри, были удостоены заслуженных наград от главы Артемовского городского округа. Юлия Искуменко, Иван Петров, Данил Коровченко, Егор Бондаренко. Городские новости. Телеканал Лента.